Еще о новостях культуры без джем-сейшенов, но с иностранными гостями. Филармония представила программу международного джазового фестиваля. Из-за пандемии в этом году СИП-джаз-фест пройдет в непривычном формате. Что это будет, выяснил Алексей Кудинов. СИП-джаз-фест сегодня считается одним из самых крупных, не столичных джазовых форумов России. Фестиваль родился в 2009 и сейчас проходит раз в два года. Организаторам удается привозить в Сибирь музыкантов топ-уровня, но в этот раз на афишу серьезно повлияла пандемия. У нас есть такая папка, которая называется «неприехавшие». То есть то, что случилось в мае, в июне, когда мир немножко приоткрыл себя, Европа приоткрыла себя, Штаты приоткрыли себя, сначала показалось, что легко и мы разобновляем ту самую дурную концепцию международной жизни, которую мы когда-то имели до того самого 20 марта 2020 года, но все пошло немножечко другим путем. В разных странах мира сейчас разные условия въезда и выезда иностранцев. Где-то необходим карантин, отличаются списки тестов и прививок. Многие международные фестивали в России в этом году вынуждены обходиться без иностранных гостей. Но в афише СИП-джаз-феста удалось собрать не только российских исполнителей, но и музыкантов из США, Финляндии, Норвегии и других стран. Среди тех, кого удалось пригласить в Новосибирск на этот фестиваль, Сидрик Анрю – это французский музыкант, пианист, обладатель премии Грэмми, который будет выступать на открытии. Вместо сейшнов в этом году насыщенная образовательная программа. С публикой поговорят о философии джаза, продвижении артистов. Запланирован концерт для детской аудитории. А телеканал ОТС покажет некоторые из фестивальных программ СИП-джаз-феста. Алексей Кудинов, Евгений Павлов. Новости ОТС.